Малый и средний бизнес в складывающейся экономической ситуации нуждается в экстренных дополнительных мерах поддержки. Об этом в очередной раз заявил накануне президент страны Владимир Путин. Особенно актуально это в отношении кредитных денежных ресурсов, мер по субсидированию процентов, реструктуризации долгов. Между тем, реальные условия таковы, что и бизнесу, и простым гражданам. Трудно получить эту помощь. В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин, по сути, объявил о безлагательном старте госпрограммы льготного кредитования малого и среднего бизнеса. В первую очередь это касалось тех фирм, которым пришлось заморозить свою деятельность в рамках противодействия распространению коронавируса. Эта самая госпрограмма была призвана с помощью ведущих банков страны обеспечить малый и средний бизнес финансовыми ресурсами на выплату зарплат. Но это в теории. На практике предпринимательское сообщество сразу же начало сталкиваться с трудностями. У предприятия, которые потендует на такой кредит, должны быть зарплатными клиентами банка. Далеко не у всех малого, среднего бизнеса, даже далеко не у каждого крупного бизнеса есть зарплатные проекты в том или ином банке. Да и получение простого кредита для текущей поддержки предприятия, даже без льготных ставок, тоже сопряжено с рядом нюансов. И вот это вот 8,5% озвученных ЦБ, да, они почему-то иногда превращаются при разных условиях в другие цифры. И это не говоря о тех, кто работает по патентам или имеет в штате лишь 2-3 наемных сотрудника. То есть, когда смысла нет заводить зарплатный проект. Все они, получается, тоже отсечены от помощи государства. При этом наша телекомпания также участвует в зарплатном проекте с одним из участников госпрограммы – промсвязь банком. Мы уже неделю назад делали визит в отделение этого банка после информации о льготных кредитах. Но тогда сотрудники организации сказали нам, что они прорабатывают вопрос. Есть как бы обращение, да, мы собираем, и как-то будут подробности, соответственно, мы с компанией связимся, потому что это интересно. Вопрос, как это будет работать, и когда ожидаем задневание. Через неделю мы решили узнать, проработан ли, наконец, вопрос выдачи денег, и ответ получили тот же. Вы понимаете, что платформу для данного кредита нужно тоже подготовить банку. И как, соответственно, все будет готово, мы сможем запустить этот проект в массу, соответственно, только тогда дойдет информация, как это работает, чтобы мы могли вам это объяснить. И это, заметим, касается получения лишь средств в размере одного мрота на одного работника. И это возвратные средства, которые бизнес выплачивает каждому сотруднику, находящемуся дома, согласно постановлению президента. Пока же ни попытки финансистового медиахолдинга, ни визит нашей съемочной группы в отделение банка никакого практического результата не дали. Сотрудники банка заявляют, что у них еще не все готово для выдачи денег. Отметим, что даже из этой мизерной суммы предприниматель, похоже, вынужден будет оплатить налог. Но это еще не все. По факту, донат у нас остается в виде зарплаты на 30% меньше. Почему? Потому что мы с каждой зарплатой мы должны выбросить отчисление в тот страх. То есть, по сути, с каждых 100 рублей у нас остается 70 рублей на оплату людям. Для людей дойдет за эти 100 рублей 70, а бизнес должен будет вернуть все-таки 100 рублей. Более того, за получателями этих кредитов устанавливается жесткий контроль. В частности, они теряют право на оптимизацию численности сотрудников предприятий. А ведь во время кризиса это логичный шаг для любого бизнеса. Вы получаете сумму, равную количеству людей, получившие зарплату в вашей организации по состоянию на февраль, умноженное не на сумму их зарплат, а на размер мрот. Если мы даже округлим, это будет 10 тысяч рублей. Я могу выдать только 1,5 раза зарплату. Видя такую ситуацию, 8 апреля Торгово-промышленная палата России провела вебинар с представителями Банка России, чтобы ответить на все вопросы предпринимателей. Они, кстати, прямо в ходе общения в чате массово стали писать о многочисленных случаях отказов. Например, в предоставлении кредитных каникул или выдаче новых займов по тем самым льготным процентам, которые обещали федеральные власти. В ЦБ еще раз напомнили, что коммерческие кредитные учреждения обязаны неукоснительно соблюдать все рекомендации регулятора. Эксперты убеждены, что у ведомства есть возможность проследить за тем, чтобы слова не расходились с делами. Вы понимаете, какая есть возможность у регулятора. Ни один коммерческий банк не в состоянии ей противостоять. Другое дело, что данные условия не должны противоречить тем, которые разработал сам Центральный банк. Если предприниматель, юридическое лицо попадает под эти условия, то я думаю, что и все вопросы можно решить. Пока же один из крупнейших банков России заявил, что на данный момент поступило лишь 200 заявок на льготное кредитование. В масштабах страны это ничто. Причем, судя по всему, это похоже на правду. И предприниматели действительно не спешат заимствовать деньги на таких условиях. Это такое мертворожденное дитя для бизнеса. Это не решение проблемы бизнеса, это не лишняя помощь даже гражданам, которые работают в этом бизнесе. Это просто оттягивание конца бизнеса. Бизнес не работает, а ему придется отдавать, причем, как я сказал, на условиях невыгодных. Пока же Центробанк разработал два пакета мер по поддержке малых и средних предприятий и населения страны. Среди них отсрочка на 6 месяцев по выполнению кредитных обязательств. Освобождение от обязанности. Создавать дополнительные резервы. Это позволит предпринимателям получить отсрочку платежа или уменьшить его сумму. Вторая программа предусматривает отсрочку уплаты кредита на полгода. Кроме того, платежи по процентам разделят на три равные части. На долю самого заемщика придется лишь треть с возможностью переноса выплат на более поздний срок. Остальные две трети лягут на плечи самих банков и государства. Все это важные шаги, и они должны быть долгосрочными, отмечают эксперты. Ведь уже очевидно, что, например, сфера услуг, гостиничный бизнес будут восстанавливаться дольше всего. Сначала должны заработать предприятия, потом люди получат зарплату, потом они купят себе еду, и только после этого они придут сферу обслуживания. Поэтому вот этот круг, пока он осуществится финансовый, конечно, здесь требуется поддержка. Иначе мы потеряем этот сектор, и потом восстанавливать его будет и дороже, и сложнее. Тем временем не лучшая ситуация и у простых граждан, которые купили жилье в ипотеку. Ведь изначально заявлялось, что те, у кого доходы упали на 30% и больше, получат право на мораторий по выплатам. Однако затем банкиры огорошили граждан. Отсрочку получат лишь те, у кого размер ипотеки не превышает полутора миллионов рублей. Это же подтвердили сотруднику нашего телеканала и в Сбербанке, куда он позвонил и, сославшись на снижение дохода, попросил об ипотечных каникулах. Вы не попадаете под эти условия. Основной долг по ипотечному кредиту должен составлять не более полутора миллионов рублей. А у вас он составляет большую сумму, соответственно, вы под эти условия не попадаете. Между тем, по мнению экспертов, у 60% заемщиков сумма долга как раз существенно выше полутора миллионов. Поэтому секретарь Генерального совета Единой России Андрей Турчак заявил о предложении партии существенно повысить эту планку. Чтобы граждане, взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на кредитные каникулы, цитирует его Интерфакс. На данный момент Госдума уже проголосовала в двух чтениях за законопроект, который разрешает на местах повышать предельный порог текущей задолженности по ипотеке. Так что в случае окончательного одобрения последнее слово остается за властями Тверской области. Между тем, опыт других государств показывает, что вопрос поддержки малого и среднего бизнеса в целом и его сотрудников в частности можно решать намного проще. Многие ведущие страны заявили о прямых выплатах гражданам, которые потеряли свой доход из-за распространения коронавируса. Причем эти средства поступают на счета частных лиц очень оперативно. Мы нажали кнопку, запрос ушел и ровно через сутки деньги были на счету. Может стоило и у нас пойти по этому пути? Во всяком случае в этом убеждены многие предприниматели, с которыми мы общались. Это не будет заморочено через банки, это не будет сложного получения. Это просто нужно будет написать, пускай бизнес пишет заявление и предоставляет список официально оформленных сотрудников. И соответственно этим сотрудникам на следующий день соцстрах другие фонды переводят деньги на карту. Вот это будет реальная поддержка для людей. Еще одним по-настоящему полезным шагом стало бы не отсрочка, а полноценные налоговые каникулы для бизнеса, на все время вынужденного простой из-за коронавируса. В конце концов предприниматели остановили свою деятельность не по собственной воле. Но пока же имеем то, что имеем. Условия получения зарплатных кредитов и ипотечных каникул таковы, что люди или не могут ими воспользоваться, или не хотят брать из-за их невыгодных условий. Банки тем временем не спеша разрабатывают некие платформы. При этом возникает вопрос, а где в это время находятся те самые 150 миллиардов, которые выделены кредитным организациям из федерального бюджета? Понятно, что часть невостребованных бизнесом денег банки спустя полгода вернут государству назад. Но ведь понятно, что все это время средства будут находиться на банковских счетах и наверняка работать в интересах банков. Словом, опять одним вершки, другим корешки. Кто-то получит огромные средства, которые можно прокрутить с немалой пользой для себя, а кто-то вынужден будет закрыть свой бизнес или, попав под сокращение, пойти на биржу труда. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ